Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем обзор на Кехо. Как обещал, сделаю обзорчик на данную машинку, которая мне досталась исключительно благодаря одному из моих постоянных зрителей, ВотЮзер42. Спасибо тебе большое за особый пропуск, который ты мне подарил. Я в мае смог забрать себе данного малыша, чему безумно рад. Почему меня интригует данная машина и почему я хотел себе ее давно в коллекцию, об этом поговорим буквально через пару секунд. Ну а для начала хотел бы упредить комментарии от всякого рода хейтеров, которые меня постоянно пытаются унизить тем, что я снимаю обзор на всякого рода вот такой вот песок. Ребят, я считаю, что жизнь кипит не только на 10-х левелах, на Суперконях, на ВК-9001 и подобных машинах, и не на 8-м уровне. Жизнь кипит на всех уровнях, и если вы можете получать удовольствие на других левелах, не держитесь за конкретный какой-то. Что касается тех ребят, которые постоянные зрители моего канала, но не подписаны, обязательно исправляйте это, подписывайтесь на каналчик, вы таким образом меня поддержите. Что же касается ребят, которые даже подписаны на канал, но все-таки не успевают посмотреть все мои видео, которые выходят порой по 4-5 роликов в день, обязательно переходите по ссылочке на Дискорд, на этом Дискорде вы сможете найти новости канала, там где будет полная хронология видосов по мере их поступления на каналчик, соответственно, там можете отслеживать, что вы уже смотрели, а что пропустили. Кроме того, там есть возможность пообщаться с ребятами, вашими единомышленниками. Ну что, возвращаемся к Кехо, и что хочу про него сказать. Я очень давно хотел себе данный легкий танк. Дело в том, что данный легкий танк обладает, в принципе, самой высокой альфой среди легких танков коллекционных на своем уровне. При этом, ребят, пробитие 87, в принципе, плюс-минус достаточное. Время перезарядки составляет практически 4,5 секунды, но это с учетом того, что я поставил себе амуницию соответствующую и оборудование на досылатель. Таким образом, 4,5 секунды, и вы кидаете средних 100 альфы. На уровне это довольно-таки неплохо, как для легкого танка. Плюс к тому, время сведения, разброс довольно-таки комфортный, но это все будем заценивать с вами непосредственно в катке. Углы склонения вверх-вниз крайне комфортные, чтобы отыгрывать где-то от неровностей. Ну а что касается ДПМа, то я бы не сказал, что это прям имба, но в целом довольно неплохо. Что касается, ребят, брони. По броне, понятное дело, здесь ничего нет. Мало того, что это легкий танк, так еще и легкий танк четвертого уровня. Короче говоря, танковать здесь нечем. Поэтому, в принципе, не рассчитывайте на то, что вы хоть как-то живучи в боях. Что касается сравнения с другими машинами. Вот все легкие танки, которые есть на уровне. Всего их 8. Двоих последних мы можем сразу отсюда вычеркнуть, потому что это не коллекционные машины. Это проходные тачки. И да, безусловно, А20 со своими 140 единицами Альфы. Крут до безобразия. Но поскольку это проходная машина, ее мы отсюда убираем. То же самое делаем со Стюартом. И я думаю, справедливым будет, если мы отсюда уберем Луча с его 4-х зарядным магазином. Ну и, соответственно, ребят, я думаю, что имеет смысл забрать отсюда Ковенантера. Но вот как есть, так есть. И таким образом получается, что у нас остаются 4 всего лишь тачки коллекционные. И обратите внимание, что Альфа 100 единиц есть только у нашего Кихо. Все остальные ребята имеют Альфу меньше. Да, безусловно, Валентайн имеет 90. Но на 4-м левеле все показатели, они настолько имеют значение, что ими пренебрегать нет возможности. Это вам не какой-нибудь там 8-й или 10-й левел, на котором 10, 20, 30 единиц Альфы ни на что, как правило, не влияет. Здесь важна им каждая единица. И здесь этому товарищу на своем уровне равных, ну, просто нет. Что касается других показателей, да, безусловно, крайне-крайне уныленько, допустим, по пробитию, если смотреть по сравнению с тем же самым Валентайном. ДПМ далеко не самый лучший, но у Валентайна при этом он хуже. Что касается, ребят, сведения, то я бы сказал, что самая комфортная. Но все-таки есть Валентайн второй, который, безусловно, в этом отношении поинтереснее будет. Что касается скорости, далеко не самая подвижная машина, но и не самая унылая. Короче говоря, ребят, если вот так вот посмотреть на таблицу, то особо хвастаться. Кихо нечем. Но его Альфа, она порой творит чудеса. Я эти чудеса видел собственными глазами, и после этого я захотел себе данную машину. Что касается процента побед, я не буду на него обращать внимание, потому что на четвертом уровне крайне редко кто-то играет. Статистика крайне неровная. Но даже при таких всех условиях плюс-минус идет ноздря в ноздрю с другими ребятами на уровне. Все, что можно было обсудить по данной машине, стоя в ангаре, мы с вами обсудили. Поэтому я хочу как можно быстрее схватить данную тачку и погнать в бой. Сколько времени это займет, я честно говоря не знаю. Но давайте все-таки запасем тебя терпением. И порой тот фан, который можно ощутить, играя в песке, стоит того, чтобы подождать, пока тебя туда отправят в бой. Ну, главное, чтобы не 20 минут. Субтитры сделал DimaTorzok При этом пойти с ним вместе спать, потом пойти с ним вместе купаться. Короче говоря, не выпускать его из рук ни на секунду. Вот точно так же я сейчас ощущаю себя катая на Кихо. Я не знаю почему. Наверное, просто долгое ожидание данной машины себе в коллекцию сделали свое дело. И возможно машина будет, ну, не настолько прям веселой и имбовой, как мне хотелось бы. Но мне почему-то кажется, что вот это вот ожидание, оно добавляет какого-то смака. Сейчас, секундочку. Так-так-так-так-так-так-так-так. 91. Блин, ну слушайте, но когда ты на своем уровне четвертом можешь забрасывать вот так вот практически по сотне, это действительно круто. Я сейчас уже по большому счету накидал урона практически на фул урон одной из машин у себя на левеле. И это действительно крайне клево. Так, надо сваливать отсюда, потому что сейчас за мной приедут вот эти двое товарищей однозначно. А я этого очень сильно не хочу. Поеду помогу нашим. Подвижности, ребят, не хватает. Серьезно. То есть вот как для легкого танка едет он крайне, крайне туго и этого, ну прям, невозможно передать словами. Так, едь сюда. Я хочу тебя добрать. Нет, не добрал, чуть-чуть не хватило. Ладно, едем дальше. Вообще, в целом, ребят, я сейчас уже урона нанес больше, чем на полтора соперника. Это действительно крайне результативно. Будет глупо звучать, но все-таки даже в песке бывают результативные машины. Так, ускорим перезарядку. Кто там меня подпирает? Разобрали. Вопросов нет. Окружили, разобрали. Куча недобитков. Пробивают везде. Но, ребят, мне почему-то кажется, что первое место в команде по урону я сейчас себе обеспечил. Обязательно сейчас зайдем еще в одну катку, дождемся результатов этой, посмотрим на результат по урону и обязательно сразу-сразу-сразу в следующий бой. Итак, друзья, бой закончился победой. Спасибо ребятам, которые затащили. Знак классности третьей степени я даже не удивлен, потому что, в принципе, на Кихоне такая уж высокая планка. Что касается результатов по фарму, то сейчас посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас много, потому что были бустеры кредитов. Надо, кстати, будет их отключить. Но, ребят, все-таки четвертый левел это не про фарм однозначно, это больше про фан. Что касается результативности в команде, ребят, я занял второе место. Но просто потому что Су-85Б и ПЗ-4Д дольше прожили. Ну и, соответственно, именно они и затащили. Ребятам однозначные лайкосы ставятся, потому что парни действительно крайне классно отыграли. Молодцы, вытащили бой. Ну и хотелось бы, наверное, все-таки поставить лайкосик А-20, потому что парень занял первое место в своей команде по урону. Старался как мог, ну и, соответственно, заслуживает внимания. Ну что, погнали еще в одну каточку. У меня прям руки чешутся. Да, друзья мои, после такого захода в бой, честно говоря, первая мысль, которая приходит, это обратиться к разработчикам и просто в ухо им кричать. Ребята, вы топите игру, реально, топите ее. Вы придумываете рулетки, вы придумываете новые камуфляжи, новые какие-то механики для высоких левелов. Ребят, займитесь игрой, потому что невозможно играть на нижних уровнях абсолютно. Именно исходя из того, что, блин, зайти туда невозможно. Вы выставляете на продажу машины низких левелов зачем? Только лишь для того, чтобы ребята-игроки потом их продавали? А смысл этого? Популяризируйте, популяризируйте по максимуму любые левелы для того, чтобы ребята-любители песка могли все-таки туда заходить. Я обожаю песок. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что, ребят, вот когда я играю в каких-то песочных левелов, я ощущаю абсолютную беззаботность. И я хочу ее ощущать. Я не хочу только потеть над тем, чтобы победить. Тактика, стратегия, еще какая-то фигня. Честно говоря, ребят, у меня это, ну, какие-то такие воспоминания возникают из детства. Когда ты абсолютно беззаботно садишься на велосипед, приезжаешь со своими друзьями к ближайшему же водоему. Ну, просто скидываешь с себя шорты и в каких-то там своих обычных труселях, не в супер навороченных каких-то там плавках какой-то фирмы. Не готовясь заблаговременно к летнему сезону, прокачивая присуху себе. Для того, чтобы тебе не было стыдно и неудобно перед кем-то на пляже. А просто в обычных труселях детских забежать в волну и начать купаться в первом попавшемся водоеме. Ребят, ну, по-моему, вот в этом действительно кайф беззаботности. Не заморачивайтесь вы над своей статистикой, не заморачивайтесь над средухой, над тем, какой тактикой и стратегией вы будете обыгрывать своих соперников. Если вы, безусловно, не киберспортсмен. Если вы обычный игрок, получаете удовольствие. Игра создана для того, чтобы вы кайфовали, чтобы вы улыбались и веселились, как я сейчас это делаю на кихо. Мне реально настолько классно, настолько приятно. Я мотаюсь по карте, я весело отстреливаю. Мне крайне сильно нравится играть, вот, с возможностью пробивать практически каждый раз. Не заморачиваться над какими-то там сложностями. Хочется просто отдыхать. Это, ну, не знаю, наверное, самое важное, что вы должны получать от игры. Заберу, не заберу? Нет, не забрал, подкрутили. Бывает. Ладно, поехали. Вот сейчас я его точно должен забрать. И вот этого еще хочу забрать, и будет у меня вообще на счету 4 фрага. Я просто красавчик, просто зверь и действительно супер-мега-имба. Так, вот как-то вот так вот. Нет, гризли, не забирай меня. Гризли, гризли, не догризли. А где мой союзник, я понять не могу. Почему он мне не помогает? Ну ладно, не помогает, да не помогает. Ребят, все-таки ожидание входа в бой, оно стоило того, чтобы в него попасть. 4 фрага, масса позитивных эмоций. И, ребят, ну не сравнится никакая цифра, нарисованная пикселями где-то там на фоне вашего профиля, с тем ощущением удовлетворения, веселухи и фана, которые можно порой получить в этой игре. Что касается результатов, заговорился, не обратил внимания, 1210 единиц урона, абсолютно не напрягаясь, 4 сделанных фрага, масса позитивных эмоций, удовлетворения, веселья и фана, 47 тысяч с учетом бустеров и закономерное первое место в своей команде по урону. Все молодцы, все красавчики. Обязательно похвалю гризли, он держался до последнего, молодец, пытался меня победить, занял первое место в своей команде. Вот такой вот он кихо, получить вы его сможете, если вы задонатите и купите себе особый пропуск, ну и, соответственно, заберете его на первом левеле. Второй способ, однозначно только за реалманией, скорее всего, когда-нибудь он, возможно, появится в магазине. Что касается заголду, очень сильно сомневаюсь, разработчики, как правило, 4 левел, и все, что до него за золото на продажу не выставляют или выставляют крайне-крайне редко. Ну что, друзья, если вы разделяете мое мнение и убеждение в отношении нашей с вами игры, обязательно подписывайтесь на канал, составляйте мне компанию на стримах, заходите на дискорд, я всегда всем рад, куда бы вы ни попали, на дискордик, либо на каналчик. Всего хорошего, мира вам, друзья мои, фана, веселья и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok